Плата развертки, тоже не могу даже и сказать приблизительно от какого телевизора, сначала подумал, что какая-то древняя, но посмотрел по микросхемам, а они 90-го года, даже удивительно, где такое доробло, блин, выпускалось в телевизорах, тем более еще использовать 226-е диоды, даже не представляю, где это могли такое лепить. Новые микросхемы 90-го года и древние 226-е, они вообще в старом только оборудовании встречаются, но тем не менее, что здесь можно интересненькое взять. Это микросхемы, здесь позолота, диодик, тоже в нем позолота, берут его, ну, пожалуй, а, вот эти вот маленькие, маленькие-маленькие желтенькие конденсаторы, здесь палладий. И вот эти вот транзисторы, здесь тоже позолота, ага, вот еще SP-шечка, тоже с позолотой. И еще один транзистор, тоже с позолотой. Такое ощущение, что на эту модель телевизора собирали детали, все, что поставалось на складах. Потому что и с новыми мусорными деталями, ну, как 90-го года, которые уже мало использовались, которые, в том смысле, для нас они неинтересны, потому что там материала под драгметалл и на серебро нету. А тут использовалась и довольно активно старая радиобаза, которая для нас довольно-таки интересная, странная какая-то моделька. Если кто знает, что это за моделька, с какому телевизору, то подскажите, потому что я даже и представления не имею, какому это телевизору. По обозначению, странное обозначение, тоже никакого нету с обратной стороны, только печатная плата и все. Да, интересная какая-то моделька была. Смотрим дальше, другие детальки. Модуль кадровой развертки от цветного телевизора, славуточ, электрон. Что в нем есть интересного? Это вот транзисторы. Нет, тут вот еще стоит транзистор. У них позолота. Также бачата. Они тоже с позолотой. И флажковые конденсаторы. Вот тут посеребренка. Что еще может быть здесь интересного? В некоторых модельках попадают вместо вот этих вот конденсаторов стоят КМ-очки. То есть наши зелененькие, которые поладивые. И еще вот это некоторые вот эти транзисторы пишут при продажах, что тут серебро, золото. Ну, по паспортным данным как бы немножко присутствует, но на самом деле это... И то есть позолота там нету, в основном посеребренка. Но на самом деле это мусор, который для финажа лучше не заниматься. Есть здесь еще резисторы МЛТшки. У них посеребренка. Ну, на самом деле, если для кустарного финажа, это там очень-очень невыгодно. То есть тоже смысла ими заниматься никакого нету. Проще продавать, как срезку сплат, да и все. Еще один модуль строчной развертки. МС-3. Ну, несмотря на такой свой габарит и изобитость деталей, строчная развертка самая-самая неудачная для финажа радиодеталей. Здесь практически ничего в ней хорошего под финаж нету. Ну, резисторы, как всегда, я не считаю. А так, из деталей здесь только один-единственный транзистор, который с позолотой. А так, в основном, все на меч. Для финажа радиодеталей он практически неинтересный. Модуль развертки от старого цветного телевизора. Модуль большой, такой габаритный, но, к сожалению, на нем деталей для финажа маловато. Хороших. Вот транзистор с позолотой. Флажковые. Которые по серебренкой. Ну, вот эти вот, говорят, диодики есть с позолотой. Ну, я что-то никогда вниз ничего не находил. Какие-то мелкие там, типа, золотые. Ну, и все, в принципе. Вот эти транзисторы нам не подходят. Тут фигня в них. Ничего хорошего. В этом тоже ничего. Ну, разве что трансформаторы на меч. И резисторы. Ну, я и говорю, что у них, с них прибыли практически никакой. То есть, заниматься ими просто невыгодно. То есть, модулек большой, такой, солидный. Но, я же говорю, что практически с него там десяток деталей хороших. Плата кадровой развертки. Для черно-белого телевизора Слаутич. Последней модели. Так сказать, уже после развала Союза и уже развала, как говорится, и Украины, и всего остального. Несмотря на наличие деталей хороших, якобы, вот транзистор с позолотой, диод, еще детальки. Тут вот еще один транзистор, который раньше были бы с позолотой. Здесь, кроме радиатора и катушечек двух с медью, брать нечего. То есть, можно сразу эту детальку отправлять дальше на переработку тем людям, которые извлекают с них всякие там оловы и все остальное. Она выпущена, я же говорю, что уже где-то середина девяностых, конец девяностых. То есть, хороших тут комплектующих для Афинажа нету. Данные телевизоры, черно-белые, Слаутичи, комплектовались всякими отходами. Детали там были ужасные, ужасные. Они ломались постоянно. Брак был бешеный по ним. Поэтому я же говорю, что несмотря на наличие, казалось бы, хороших деталей, они тоже внутри полный мусор.